Как стимулировать выброс гормона роста? Гормон роста является анаболическим, усиливает синтез мышечных волокон и антиказаболически уменьшает метаболическое разрушение мышечных волокон гормона. Кроме этого, он способен увеличивать рост тела в длину при условии, если зона роста костей открыты. Что типично для возрастной группы до 20-25 лет. Укреплять связки и сухожилия, повышать уровень глюкозы в крови в низкоуглеводных условиях из жировой ткани, редуцировать лишний жир, укреплять иммунную систему, омолаживать организм. Гормон роста имеет ритмические закономерности своей секреции. Зная эти особенности, можно стимулировать выброс данного гормона естественным путем. Наибольший всплеск гормона роста наблюдается ночью, в период сна, особенно в промежутке времени с 12 до 3, поэтому с точки зрения гормональной секреции в этот отрезок ночного времени особенно рекомендуется спать. Существенное повышение гормона роста обнаруживается в период сна, вне зависимости от времени сна, будь то ночью или днем. Как только человек засыпает, фиксируется рост производства данного гормона. Во время сна наибольший выброс гормона роста отмечается в первые 2 часа. На основании 2, 3 и 4 тезиса можно сделать вывод, что рекомендации спать хотя бы 2 раза в сутки имеют под собой серьезное биологическое обоснование. Дневной сон 1-2 часа приводит к заметному увеличению секреции гормона роста. Чем больше раз в сутки вы спите, тем выше ваш гормональный фон. Мифом является мнение, что в ночное время мышцы разрушаются, якобы по причине катаболизма. Этот миф породил следующий вымысел о необходимости ночных перекусов. На самом деле в ночное время секреция гормона роста на высоте, что усиливает мышечный анаболизм, а также рост тела в длину в молодые годы. В то же время под воздействием секреции гормона роста основной энергообмен осуществляется за счет жиров, а не углеводов и белков, как днем. Поэтому ночной катаболизм наблюдается лишь в жировой ткани, но не мышечные. Ночью мышцы питаются жирными кислотами из жировых запасов, которые не дают мышечным волокнам разрушаться. И никакой ночной перекус для этого не нужен. По этой же причине нет особого смысла и в перекусах перед сном. Эта необходимость утвердила в сознании атлетов благодаря маркетологам, раскрутившим казеиновый протеин. Более того, пища перед сном, как правило, мешает своевременному засыпанию и хорошему сну. Гормон роста стимулируется белковым питанием. Чем больше белков, тем выше производство гормона. Секреции гормона роста тем выше, чем быстрее белковые продукты попадают в кровь. Речь идет о так называемых быстрых белках, порошковых протеинах, вареных яичных белках, нежирной рыбе, нежирном твороге, безжирном молоке. Производство гормона роста угнетается. Чем больше в питании быстрых углеводов, таких как кондитерка, сладости, свежий белый хлеб и прочее, и насыщенных жирных кислот, плохих жиров. Поэтому не стоит употреблять быстрые углеводы и жирную пищу перед сном, когда ожидается всплеск данного гормона. Это то, что на сегодняшний день известно достоверно. Однако, влияние питания на выработку гормона роста имеет и противоречивые факты. В частности, согласно одним научным исследованиям, суточная секреция гормона роста ниже при редких приемах пищи в 2-3 раза в день по сравнению с частным дробным питанием. Согласно мнению других ученых, длительный период между приемами пищи, речь идет о периодическом голодании, является мощным стимулятором выброса гормона роста. В общем, этот вопрос остается открытым. Синтез гормона роста усиливается при помощи тренировок с отягощениями. В принципе, любая интенсивная физическая работа, спринтерский бег, быстрая езда на велосипеде, плавание или тому подобное, способны увеличить выброс данного гормона. Если говорить о бодибилдинге, то так называемый анаэробный тренинг тяжелые веса на 8-12 повторений превосходит аэробный силовой. Относительно легкие веса на 15 и выше повторений и чисто силовой максимальные и субмаксимальные веса от 1 до 5 повторений по стимулированию выброса гормона роста. Напротив, силовой тренинг лучше всего активизирует производство тестостерона, анаболического гормона. Стоит не забывать и о том, что продолжительные тренировки подавляют секрецию любых анаболических гормонов, в том числе и гормон роста. Поэтому не стоит тренироваться больше часа, особенно если у вас пониженный уровень данного гормона. Секреция гормона роста зависит от возраста. В возрасте до 20-25 лет она максимальна. Далее отмечается постепенное падение секреции этого гормона. Пониженный уровень гормона роста в среднем и старшем возрасте одна из причин появления лишнего веса и постепенной дистрофии мышечных волокон. По этой же причине бороться с лишним весом и растить мышцы сложнее, чем старший человек. Сон, питание и тренировки являются важнейшими факторами активной секреции гормона роста. Повышенный гормональный фон – это залог мышечного анаболизма и отсутствия мышечного катаболизма. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. Здесь много интересного. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!